Деньга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 2-й том, вопрос 613. Что подразумевал Христос под словами «возьми крест свой», ведь креста и смерти его еще не было, а было только орудие казни, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Распятие на кресте – это чуждый Израилю вид казни, и он пришел вместе с оккупантами. Распятие на кресте – это страшное мучение, продолжавшееся иногда несколько дней. Возьми крест свой, значит, согласись добровольно с самыми горькими и позорными испытаниями, доводящими до тени смертной. Не только не отказывайся, но возьми и неси, следуя за Христом до конца, с благодарностью, помня, что без этого креста тебя не пропустят в Царство Небесное. Иногда на картинках изображают, как идут странники-пилигримы, и уже при переходе в Вечность там пропасть изображена, и нужно перекинуть крест свой над бездной и по нему перейти. Но если он короче стал, ты что-то не вынес и отпилил от своего жизненного креста, то крест тебе уже и не подмога. Ты в небесную обидель не перейдешь. Зайдем на Голгоф мой брат, там посланный Богом Мессия распят, о правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним, зайдем на Голгоф мой брат, он страждет, и жаром ланиты горят, он жаждет, и уксус ему подают, чьи воды живы для мира текут. Пойдем перед ним, зайдем на Голгоф мой брат, прости им, не знал, что худо творят, он молит, зайдем же, дабы и за нас. Молитва Христова к отцу вознеслась. Пойдем перед ним, зайдем на Голгоф мой брат, вот снова он к небу подъемлет свой взгляд. Отец мой, зачем ты оставил меня? О брат мой, чтоб принять с тебя и меня. Пойдем перед ним, зайдем на Голгоф мой брат, страдальца святого, слова там звучат, свершилось, и дух мой тебе предаю, за нас он пожертвовал душу свою. Пойдем перед ним, зайдем на Голгоф мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд, страдания горьких Христа истомил, как дорого он нам спасение купил. Пойдем перед ним из сборника духовных песен.